В октябре 2019 года в России заработает электронная система «Такс-фри». Федеральная таможенная служба «ФТС» в партнерстве с налоговиками запустит эксперимент по документальной прослеживаемости товаров, а также и осуществит перевод системы «Такс-фри» в электронный формат. ЭТ и другие планы на 2019 год обсуждали на расширенной коллегии ведомства. Фото Пилотный проект по прослеживаемости товаров поручил провести первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Необходимо осуществить тестирование информационного взаимодействия между программными средствами таможенных и налоговых органов и начать уже опытную эксплуатацию этой системы, сказал он, выступая на коллегии Федеральной таможенной службы. Минус «Такс-фри» придет во все регионы России. Ориентировочная дата старта пилота 1 апреля, уточнил журналистом руководитель ФТС Владимир Гулавин. В эксперименте, по его словам, будут участвовать так называемые налогоемкие товары бытовая техника, отдельные виды транспортных средств всего порядка 15 позиций товарной номенклатуры. Это будет система документального прослеживания движения товаров от выпуска из таможни до выпуска через контрольно-кассовую технику торговых предприятий, и считаю, что добровольцев для участия в эксперименте будет достаточно, сказал Гулавин. Национальная система прослеживаемости товаров должна помочь отбелить рынок и сократить до минимума использования схем уклонения от уплаты налогов и сборов. Она позволит проследить движение врезенных в России товаров, видеть, по какой цене они завозятся, как она меняется в ходе перемещения товара по стране, какое число посредников участвуют в процессе. Еще один проект, который будет реализован в этом году, касается запуска электронной системы Tax-Free, по поводу которой опять же есть поручение Антона Силуанова. По его словам, процесс возврата НДС с покупок, который совершают иностранцы в России, должен стать максимально простым и удобным, без необходимости оформлять бумажные документы. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране, система Tax-Free отлично себя зарекомендовала. Товарооборот магазинов благодаря ее запуску увеличился на 25%. Теперь ее возможности хотят расширить. Для запуска системы в электронном формате должна быть обеспечена интеграция информационных потоков в части обмена данными между организациями торговли, операторами. Tax-Free, ФНС и ФТС России. Наши системы готовы, пояснил Владимир Булавин, добавив, что электронный возврат НДС с приобретенных иностранцами в России товаров станет возможен 1 октября. Благодаря запуску системы Tax-Free, товарооборот магазинов увеличился на 25%. Теперь ее возможности хотят расширить. В 2018 году Федеральная таможенная служба начала реформу собственной структуры. Были созданы региональные электронные таможни, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Минеральных водах. Расширена практика оформления товаров с помощью центров электронного декларирования. ФТС сделает обязательной проверку сотрудников на полиграфы. В 2019 году эта работа продолжится. Будут созданы авиационные в Москве и Сибирской в Красноярске электронные таможни и новые центры электронного декларирования. В Балтийской таможне сосредоточится декларирование всех морских грузов северо-западного региона. Уже сейчас 50% всех деклараций оформляется во вновь созданных электронных таможнях и центрах декларирования товаров, подчеркнул Гулавин. В этом году мы планируем довести этот показатель до 60%. В 2020-м до 95%. Доходы. Контрольное задание на 2018 год по формированию доходной части бюджета Федеральная таможенная служба выполнила на 102,1%. Таможенных и иных платежей было перечислено на сумму 6,63 трлн рублей, что на 1,5 трлн, или 32%, превышает показатели предыдущего года. Во многом такой результат был достигнут благодаря повышению эффективности работы таможенных органов, о чем свидетельствует увеличение на 25% таможенных доходов в долларовом эквиваленте, в том числе при импорте на 11%. В результате применения системы управления рисками таможенного контроля после выпуска товаров, включая контроль правильности классификации, дополнительно взыскано таможенных платежей и штрафов на сумму более 31,5 млрд рублей. Число таможенных проверок при этом сократилось на 43%, а их результативность достигла 91%. За январь-февраль 2019 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 860,6 млрд рублей. План на два месяца выполнен на 105%. Экономика, финансы, налоги, правительство, Минфин, правительство, ФТС.